Хорошей приметой считается зарегистрировать брак на Красную Горку. В этом году в ЗАГСе настоящий бум. Молодоженов встречали русскими народными песнями. Подробности у Екатерины Клемешевой. Кто на Красной Горке женится, вовек не разведется, говорится в народе. Традиционное первое воскресенье после Пасхи в ЗАГСах свадебный бум. Многие влюбленные стремятся зарегистрировать свои отношения именно в этот день. Красная Горка – это первое воскресенье после Пасхи, когда совершается венчание после Великого Поста. Народное значение слова «красный» – это радостный, веселый, красивый. Отсюда и народное название праздника весны и любви – Красная Горка. В прошлом году на Красную Горку в Лобнинском ЗАГСе было зарегистрировано 14 браков, а в этом уже 22. Традиции всегда надо помнить и сохранять, чтобы ничего не разрушалось в семье. В последнее время все больше влюбленных следует старым свадебным традициям. Экспертов это только радует. Поэтому в ЗАГСе на Красную Горку регистрация брака проводилась по особому сценарию. Жениха, невесту и их гостей встречал фольклорный коллектив «Ясно-зброя». Есть старая казачья традиция, когда встречают молодых, они вот когда при венчании, они выходят из храма и проходят через, по-русски это через ручеек. Вот когда через ручеек проходит, ручеек у казаков начинается с шашек. То есть проходят через шашки, а потом идет ручеек. И сыпят зерно на то, чтобы было всего много, так сказать. И обязательно завязывают ручником руки. Это как бы символ того, что связываются люди на всю жизнь. Казачьи песни, хоровод, затем молодых проводили через шашки и ручеек. А в конце фото на память. Многие пары о старинном казачьем обряде никогда и не слышали. Были приятно удивлены сюрпризу. Очень понравилось, очень-очень понравилось. Мы не ожидали. Нам с женихом очень понравилось. Мы просто в восторге. Традиция – это очень важно для семьи, потому что у каждого народа есть свои традиции. Мы живы, пока живы традиции наши. Возрождается и традиция давать детям имена по святцам или русские старинные – Любава, Захар, Андрон. Такая тенденция, по мнению сотрудников ЗАГСа, несет большое социальное значение. Невозможно жить без истории. Не существует народа, который не чтит свою историю. Мы все имеем свои корни, мы должны их уважать. История дает нам основу для будущего. Почему войны случаются периодичностью в 40 лет, когда вымирает то поколение, которое помнит какой-то ужас. Казачьими песнями в семейную жизнь проводили четыре пары, четыре новых счастливых семьи. Семья – это там, когда присутствуют папа, мама, брат и сестра. Но семья – это общая группа родных людей.